МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С какими показателями аварийности Тверская область входит в лето? Да, можно предварительно уже подвести итоги той проделанной работе, которой у нас за 5 месяцев сложилась, какая ситуация на территории нашего региона. Хотелось бы отметить, что планомерно мы пытаемся достигнуть основной задачи, реализовать это сокращение количества погибших в результате ДТП. Если сравнивать с прошлым годом, за 5 месяцев у нас погибло меньше на одного человека, 57 погибших, в прошлый год у нас 58. Но в то же время нам удалось значительно снизить количество ДТП и количество пострадавших в них людей. Количество ДТП у нас снижено почти на 20% в сравнении с прошлым годом, и количество пострадавших на 21%. Но здесь это заслуга в том числе и профилактической работы. Да, совершенно верно. Именно на профилактику направлены наши основные усилия. Именно на то, чтобы предотвратить ДТП, именно поработать в тех опасных участках, где может произойти дорожно-транспортное происшествие. И, конечно, как уже сказал, основное – это сохранить здоровье участников дорожного движения. Если говорить о причинах дорожно-транспортного происшествия, что входит в тройку лидеров? В тройку лидеров у нас традиционно входит, как и прошлые года, как 19-е, 20-е, 21-е годы. Это три причины. Если мы берем полностью календарный год, это у нас, что касается погибших, основных причин гибели людей – это выезд на полосу встречного движения и столкновение на встречной полосе, это наезд на пешехода и управление транспортным средством в состоянии опьянения. Примерно по четверти погибших, если брать 100%, это занимают три вот этих вида. А выезд на встречную полосу – это, наверное, характерно больше для федеральных дорог, да? Нет, здесь хочется отметить, что у нас именно проблематика отмечается остро на сети региональных дорог. Именно те региональные дороги, где интенсивность движения достаточно высокая, где, как правило, у нас две полосы для движения по одной в каждом направлении, там происходит выезд на полустречном движении и столкновение с очень тяжкими последствиями. Выезжают на полосу встречного движения, пытаясь обогнать, превышают скорость. Какой мотив? Да, мы детально анализируем каждое ДТП, где пострадали либо погибли люди, где погибли мы разбираем отдельно, вырабатываем комплекс мер. Здесь, что касается выезда на полосу встречного движения, здесь, конечно, целый ряд факторов, ряд причин, именно связанных с то, почему человек это сделал. Здесь и нарушение правил авгона, это управление в утомленном состоянии, когда человек элементарно просто засыпает за рулем, это несоблюдение скорости, что приводит к тому, что человек не может войти в поворот, не справляется с управлением, и основной причиной является это нарушение правил расположения. На проезжей части, когда человек также выезжает за проезжую часть, цепляет обочину и уже в неуправляемом заносе выезжает на полосу встречного движения. Мы обычно про заносы, про плохие дороги, про то, что нужно быть внимательным, говорим в преддверии зимнего сезона, когда дорога скользкая, но теперь лето, световой день увеличился. Вот вы правильно сказали, что утомленное состояние, некоторые водители уповают на то светло, я типа не засну, да? И все бывает наоборот. Для летнего периода года какие характерны ДТП и сохраняется ли это тройка лидеров или еще что-то добавляется? Вот если сказать про летний период, здесь у нас выходит в такой, можно сказать, негативный в лидерство это ДТП по вине пьяных водителей. Занимают за летний период с мая по август первое место. Это и по количеству ДТП, и по количеству погибших. С этим мы будем непримиримо бороться. Для этого мы, как известно, проводим всевозможные рейды, профилактические мероприятия. Но также одним из факторов очень большого количества причин совершения ДТП именно утомленное состояние и сон за рулем. Люди начинают перемещаться на большие расстояния. Наш регион, как известно, является транзитным. И люди элементарно, да, как правильно сказали, двигаясь даже в светлое время суток, элементарно засыпают за рулем, не рассчитывая свои силы. И уже, когда автомобиль движется неуправляемо, здесь уже также отмечаются тяжкие последствия. Лето, алкоголь, это дачные перемещения, да, наверное, шашлыки, отдых, да, сбор компаний. Всё это с этим связано. Да, ещё хотелось бы отметить, и, конечно, в летний период традиционно у нас увеличивается количество ДТП с участием двухколёсного транспорта. Если под категорией, можно сказать, это велосипедисты, мототехника различных категорий и уровней, и новая, можно сказать, в Вене, да, в последние годы все это видят, активно обсуждают это электросамокатчики. Это буквально бич 22-го, лета 22-го года и весны, можно уже сейчас назвать. Да, здесь причём нет никаких ограничений фактически. Человек, используя мобильное приложение, просто подходит, использует стоящий электросамокат и управляет им уже, можно сказать, на своё усмотрение. Если не уходить далеко от тех самых электросамокатов, что мы здесь можем посоветовать? Есть ли какие-то ограничения, правила? Какую здесь профилактическую работу можно вести, в основном, подростки? Да? Хотя и взрослые люди есть. Да, категория разнообразна. Что хочется, на что обратить внимание и что посоветовать? В первую очередь, управляя самокатом, необходимо помнить, что участник дорожного движения является фактически пешеходом. Он не относится к велосипедисту. Правила дорожного движения не распространяются, как на велосипедиста. Он обязан соблюдать все правила, относящиеся к пешеходам. Но, опять же, передвигаясь по тому же тротуару, он должен помнить, что там передвигаются люди, люди пожилого возраста, люди с детьми, с колясками. И необходимо соблюдать и скоростной режим. И что касается пересечения проезжей части, да, не предписано так, как велосипедисту необходимость спешиваться. Но надо понимать, что водитель может своевременно вас и не заметить на этом электросамокате и в результате чего может произойти ДТП. Вот совершенно недавно я навещала одну пострадавшую, которую сбил на пешеходном переходе вот такой вот электросамокат. Женщина получила очень серьёзную черепно-мозговую травму. Ей ещё лечиться, наверное, месяца два предстоит. И причём вот она просто упала, она могла реально погибнуть. Хотя если бы падать в колёса этого самоката, попал ребёнок. Да, это, я говорю, ещё раз обращаю внимание на то, что и пешеходы, и участники водителей двухколёсной техники это фактически у нас самые незащищённые участники дорожного движения. Человек, даже падая с высоты собственного роста, ударяясь самым важным органом, это головой, может получить телесные повреждения, которые могут привести в том числе и к смерти. А ответственность какая-то наступает, если вдруг самокат сбивает человека? Да, ответственность общая. Получается, как пешеход сбивает пешехода? Да, но здесь уже рассматривается, если в зависимости от тяжести полученных телесных повреждений уже применяется статья 264 Уголовного кодекса, и в зависимости уже от тех полученных повреждений вплоть до уголовной ответственности. У нас такие были случаи или ещё не зафиксированы? Да, у нас были такие случаи, у нас были и даже смертельные случаи, когда у нас электросамокатчики выезжали на дорогу, и происходили столкновения. Там уже, естественно, ведётся следствие, определяется возможность водителя избежать столкновения, была ли у него возможность, либо нет, после чего уже делается заключение о виновности того или иного участника дорожного движения. А правилами никак не уточняется, могут ли два человека, просто манера пошла, что двое подростков на одном самокате. Это правильно, неправильно и насколько это опасно? Ну, в первую очередь хочется сказать, что в настоящее время законодатель на федеральном уровне разрабатывает нормативную базу, регулирующую именно порядок передвижения на данных транспортных средствах. Естественно, даже руководствуясь правилами логики, естественно, вдвоём передвигаться на самокате, это небезопасно, так как он неустойчив. Малейшая ямочка может привести к тому, или съезд с тротуара к падению, как мы уже говорили, удар о проезжую часть, об асфальт, головой и так далее, может привести к тяжким последствиям. Ну, хочется, чтобы, конечно, этот закон был принят как можно раньше, а то лето пройдёт, да, под зиму, когда исчезнут самокаты, будет принят закон. Антон Афанасьевич, наступило лето, и, как всегда, лето начинается с Международного дня защиты ребёнка, и фактически все три месяца проходят под этой эгидой, потому что детей на дорогах становится больше, детей больше перевозят родители в машинах, часто не пристёгивая. Какие здесь угрозы есть? Начинаются деревни, дачи, дальние поездки. Да, начался у нас такой курортный сезон, каникулярный сезон. Хочется, в первую очередь, обратиться к взрослым. Статистика показывает о том, что примерно 65-75% детей, которые у нас страдают ДТП, это всё происходит по вине взрослых. Именно при перевозке детей в транспортных средствах в качестве пассажиров. Здесь, в первую очередь, родители должны понимать, что они везут своё самое драгоценное, что у них есть, должны соблюдать все предусмотренные правила, пристёгивать ребёнка таким образом, чтобы это было безопасно, использовать детские удерживающие устройства, автокресла и так далее. И при перевозках соблюдать правила дорожного движения, лишний раз не рисковать и, как мы уже говорили, не управлять транспортным средством в утомлённом состоянии. Как показывает статистика, детские удерживающие устройства действительно спасают жизнь ребёнку? Да, пристёгнутый пассажир, пристёгнутый водитель детским удерживающим устройством, либо штатным ремнём безопасности, в соответствии с весом и ростом ребёнка, он 100% сохраняет жизнь и здоровье ребёнку. Ребёнок не получает тех травм. При ударе о панель, о переднее сидение, о части элемента кузова и, фактически, даже при самых серьёзных ДТП делаются либо лёгким испугом, либо незначительными повреждениями, царапанами. Профилактические рейды пристегни ребёнка по-прежнему проводятся? И как сейчас на них реагируют взрослые? Да, рейды проводятся и в плановом режиме, это и ежедневная работа сотрудников госавтоинспекции на дороге, где они контролируют правила перевозки детей, также и проводятся специальные рейды. В целом, родители, конечно, которые перевозят так, как положено, можно сказать, с такой гордостью, отвечают, что да, вот посмотрите, у меня всё пристёгнут, ребёнок всё как положено, ребёнок отвечает, да, меня всегда перевозят. Ну а те, которые допускают, конечно, нарушения, позволяют не пристегнуть себе ребёнка своего, пытаются всегда оправдаться тем, что очень торопятся, опаздывают на работу и так далее. Опять же, хочется напомнить, что ДТП происходит за считанные секунды, мгновения, и там даже если ты не виноват, но ты перевозишь своего ребёнка, либо чужого ребёнка, и когда он не пристёгнут, даже при малейшем столкновении ребёнок получает травму. Сейчас на фоне санкций экономических, дефицита удерживающих устройств нет, не существует их, можно по-прежнему приобрести в любом специализированном магазине? Да, в любом специализированном магазине дефицита нет. Ну, что касается расценок, цены, здесь, я думаю, жизнь и здоровье ребёнка – это самое главное. Всё остальное – это второстепенный момент. Дети в деревнях, дети на дачах, дети на велосипедах, дети на скутерах. На что здесь взрослым следует обратить внимание? Да, дети у нас, как правило, отводятся к бабушкам, к дедушкам. Меньше внимания они за собой чувствуют в определённые моменты, в определённые периоды. Здесь необходимо всё-таки организовать и разъяснительную работу с тем же взрослым поколением, которым даётся попечительство, можно сказать, дети. Также с детьми постоянно проводить профилактические беседы о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, об использовании велосипедов. Нам хочется напомнить, что до 14 лет ребёнок не может выезжать на дорогу общего пользования. До 14 лет? До 14 лет, да, без сопровождения взрослого. В том же напомнить, что тот же велосипед является очень травмоопасным, что необходимо при пересечении где-то в деревне по сельской местности. Здесь, можно сказать, угроза практически минимальная. Но что касается асфальта, пересечения транспортных и пешеходных потоков, здесь, конечно, надо быть очень внимательным. А что касается скутеров, здесь, наверное, хотелось бы обратить внимание на то, что это ваш ребёнок, и в первую очередь, чтобы сохранить ему жизнь и здоровье, наверное, надо пойти на какие-то ограничения, связанные не с тем, что вот ребёнок хочет, и мы купили, как правило, оправдываются родители, а в том, что может случиться, это предвидеть, это видеть на транспортное средство в виде мопеда, мотороллера, скутера, мотоцикла. В любом случае нужно водительское удостоверение. Соответственно, водительское удостоверение получается при прохождении обучения, и, соответственно, после этого только допускается участие в дорожном движении. С 18 лет? С 16 лет, да, категория М, а один до 125 кубов, и хочется обратить внимание о том, что дети, они также беспечны, и мы обязаны учить контроль за их сохранением жизни и здоровью. Значит, ещё раз повторяем, велосипед с 14 лет, выезд на дорогу, на дорогу, да, общего пользования, скутер, мотоцикл и уже техника посерьёзнее, это с 16 лет. 16 лет, да, категория М, либо А1. Некоторые ещё садятся на квадроциклы, ведь это тоже небезопасно. Да, совершенно верно, эта техника регистрируется в подразделениях гостехнадзора, но также распространяются требования на наличие водительского удостоверения. Все, наверное, видят в социальную рекламу, скутер детям не игрушка. Это совершенно верно, это абсолютно правильно. Вот, когда ребёнок вырастет, тогда он уже может принять решение о том, стоит ему или нет передвигаться на этой мототехнике. А потом для безопасности наверняка необходима экипировка соответствующая, чтобы была защищена голова, руки, ноги, да? Да, это в первую очередь сохранить, не жалеть денег, а именно на экипировку. Что касается опытных мотоциклистов, мы видим, да, что они передвигаются полностью в экипировке. И те дорожные транспортные происшествия, которые происходили, были достаточно серьёзные с мотоциклистами, когда фактически от мотоцикла ничего не оставалось. Вот недавно у нас было на Московском шоссе. При наличии экипировки водитель мотоцикла отделался просто лёгкими царапинами, фактически вообще не пострадал ДТП. Ну, да, с приходом тепла число таких ДТП, как вы и сказали, увеличивается с участием мотоцикла. Что делать человеку, который перемещается, ребёнку, который перемещается на электросамокате, мы уже сказали в нашей программе. Теперь давайте остановимся на такой категории детей, как пешеходы. Это часто безнадзорные дети в черте города, да? Это, возможно, какие-то городские лагеря в школах, да мало ли, куда пойдёт ребёнок, когда в свободное время. Да, здесь и при выпуске из школы на каникулы, и дальше работа будет продолжаться сотрудниками госавтоинспекции. В лагерях организованы это именно привитие основ правил дорожного движения. Как переходить проезжую часть, на какой сигнал, в каком месте можно перейти проезжую часть, и как себя вести в целом. Хочется напомнить, что необходимо пересекать проезжую часть по пешеходному переходу. Если родители оставляют ребёнка в городе, то необходимо с ним проработать, может быть, даже пройти тот маршрут, по которому, например, ходят гулять, либо к друзьям, детально объяснить, как правильно переходить, и ни в коем случае не подавать плохой пример, перебегая либо на запрещающий сигнал светофора, либо на неустановленном месте проезжую часть. Многие улицы у нас вблизи детских учреждениях оборудованы теми же самыми лежачими полицейскими, поставлены яркие значки, предупреждающие о том, что пешеходный переход. Сделано-то много, да? Водители к этому потихоньку привыкают? Да, здесь, конечно, всё приводится в соответствии с требованиями ГОСТ. Вот искусственная дорожная неровность, так называемая, лежачие полицейские, укладываются для снижения скорости транспортного потока, транспорта вообще в целом, двигающегося вблизи образовательной организации. Здесь уже, конечно, даже мы анализировали, проводили такую статистику, даже на тех пешеходных переходах, либо просто вблизи образовательных организаций. Если вдруг даже происходит наезд на пешехода, то, конечно, травмы намного легче. Легче. Основное, можно сказать, что не причиной, а причиной тяжких последствий является высокий скоростной режим, либо его несоблюдение. А вы сказали, что сотрудники ГИБДД, вот в этих случаях, тем более летом, постоянно в оздоровительных лагерях. Я знаю, это было и в предыдущие годы. Большая работа проводится с детьми. Здесь кто вам в помощь? Здесь, я знаю, у вас юные помощники, юные инспекторы дорожного движения, да? Существуют общественные организации, которые объясняют на уровне, может быть, ровесник с ровесником, что очень важно, что доходит до ребёнка. Да, здесь существует такой институт юных инспекторов дорожного движения, ЮИДы, которые есть во всех школах практически. Здесь уже дети, занимающиеся в этой так называемой подгруппе, именно детально изучают правила дорожного движения, уже доводят своим сверстникам, уже разъясняя, можно сказать, практически профессионально, как вести себя на дороге, применимо к тем условиям, где они проживают, разъясняют. Также общественные организации активно включаются в эту работу, преподавательский состав, вожатые в лагерях, которые также проводят эту работу. Работа эта, естественно, носит у нас накопительный эффект. Ребёнку необходимо постоянно говорить о том, что соблюдение правил дорожного движения – это залог и успеха, и долгое счастливое время. Про детские удерживающие устройства рассказали, что касается ремня безопасности. Есть ли сейчас такая проблема, или по-прежнему нужно объяснять водителям, разъяснять, для чего это устройство необходимо? К сожалению, эта работа продолжается, и, наверное, ещё многие годы мы будем проводить эти рейды, и давать разъяснения, слушать отговорки водителей о том, что мне тут чуть-чуть доехать. Хочется, наверное, привести такую маленькую страшную статистику. Конечно, это статистика, но, тем не менее, если у нас анализировали за 2020, за 2021 год, если год брать в целом, если говорить о том, о гибели людей, то у нас погибает в ДТП, конечно, много факторов, каждый четвёртый непристёгнутый участник, передвигающийся в автомобиле, водитель либо пассажир, и в то же время статистика показывает, что погибает только каждый 38-й пристёгнутый. То есть погибает непристёгнутый каждый четвёртый, то есть из четырёх, кто не пристегнулся, один погиб. А из пристёгнутых, то есть сразу разница такая. Но это к тому, что мы уже много лет говорим одну и ту же фразу, что правила дорожного движения пишутся, к сожалению, человеческой кровью. Да, совершенно верно. Там, где тонко, там и рвётся. И наверняка вам приходится в 50-й это в сотый раз доказывать и приводить такие примеры, если человек не понимает. Да, мы детально анализируем, как я уже говорил, каждое ДТП, в том числе и все условия, был ли пристёгнут водитель, были ли пристёгнуты пассажиры транспортного средства. И статистика именно показывает даже в тех моментах, когда травмы получены значительные, скорости вроде небольшие, но тем не менее. Автомобили у нас достаточно большое количество современных, оборудованных средствами безопасности, те же подушки безопасности. При ударе, конечно, и тем более если используются какие-либо защёлки в ремнях безопасности, здесь люди получают просто, можно сказать, на ровном месте серьёзные травмы. Антон Афанасьевич, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривают качество самих автомобильных дорог в городе, меняется к лучшему. Мы сейчас видим, что идёт ремонт многочисленных дорог, но часто на этих хороших дорогах, оборудованных, красивых, водители забываются и гоняют, как по федеральной трассе, да? Иной раз чуть ли не во вред это идёт. Да, здесь хочется отметить, что в первую очередь делаются качественные дороги для того, чтобы было удобно, комфортно и в первую очередь безопасно по ним передвигаться. Здесь и статистика у нас частично уже говорит о том, что по причине тех нерадивых, наверное, водителей у нас уже второй год сокращается количество именно самих дорожных происшествий, но вот количество погибших, к сожалению, у нас на уровне остаётся. Что говорит о высокой скорости, да? Да, то есть количество ДТП у нас сокращается в разы, а вот количество погибших у нас остаётся на том же уровне. Хочется опять же призвать и обратиться ко всем участникам дорожного движения, не торопиться, даже передвигаясь на длительное расстояние. Увеличение скорости, нарушение скоростного режима приводит там 5, 10, 15-минутным там опережением транспортного потока, не более, не более. Вот мы говорили о детях, что оборудован город и лежачими полицейскими, и новыми светофорными объектами, и знаками пешеходного перехода, но может быть всякое, особенно вечером, возвращаясь к тем же нетрезвым водителям, когда ребёнок выбегает, и человек, невменяемый за рулём, совершает на него наезд. Бывает и такое, да? Мы давайте ещё раз поясним нашим уважаемым водителям ответственность, которая предусмотрена за такое серьёзное нарушение. Ответственность здесь у нас за управление транспортным средством можно разбить на две подкатегории. Первая – это административная ответственность за тех, кто попался, управляя транспортным средством, с признаками опьянения в первый раз. Это у нас лишение права управления обязательно от полутора до двух лет, и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное правонарушение, связанное с управлением в состоянии опьянения, у нас предусмотрена уже уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы до шести лет. Это очень серьёзно. Законодатель, видя это, принимает изменения в действующем законодательстве, в том числе у нас с 1 января текущего года введена ответственность за повторный выезд на полосу встречного движения водителя лишённого права управления за аналогичное правонарушение и за значительное превышение скорости. Повторное также у нас уже введена уголовная ответственность. И уже есть такие, которые несут эту ответственность? Пока у нас нет, но есть уже та категория водителей, которые могут уже попасть, в следующий раз нарушив правила дорожного движения, связанные с выездом на полустречное движение, либо с превышением скоростного режима, уже могут попасть под санкции уголовной статьи. Контроль трезвости летом по-прежнему всё по схеме, да? Всё по схеме, всё актуально, будем только наращивать масштабы, количество, чистоту проведения данных мероприятий. Хочется отметить, что за 5 месяцев у нас пресечено более 2300 правонарушений. Тут ключевое слово «пресечено». Пресечено, да, именно пресечено, именно невозможно, а 100% спасены жизни тех нерадивых участников дорожного движения, которые позволили себе сесть за руль в состоянии опьянения. Далее, как уже говорили, для летнего периода это более актуально. Люди будут выезжать на отдых, будут отдыхать, традиционно шашлыки, отдых. И, как показывает практика при разборе данных происшествий, друзья, родственники, коллеги спокойно смотрят на человека в состоянии опьянений, который садится за руль. Едет за добавкой, да. Едет, да, образно, либо за добавкой, либо по своим делам, и не принимают никаких мер к тому, чтобы это предотвратить. Люди стали активнее. Сколько лет мы обращались звонить, и если увидели, звонят, сообщают о тех или иных подобного рода нарушениях. Да, огромная благодарность тем неравнодушным гражданам, которые сообщают даже просто при движении по дороге, когда видят неадекватного водителя, неадекватного поведения. И эта информация очень во многих случаях подтверждается. Удается сориентировать наряды, выставить там либо заслон, либо просто экипаж сместить для остановки данного транспортного средства. Да, подтверждаются. Огромное спасибо всем, кто неравнодушен к вопросам безопасности дорожного движения. Огромное спасибо. Учитывается ли мнение населения, в том числе областной столицы, при установке тех или иных знаков? Или здесь большую роль играют так называемые очаги аварийности, где чаще всего происходит ДТП? Да, здесь в комплексе у нас проводится данная работа. Напомню, что собственник дороги является инициатором установки и светофорных объектов, и дорожных знаков, остановок и так далее. Здесь мониторится интенсивность транспортных, пешеходных потоков, после чего у нас вводятся и светофорные объекты, также в планах у нас введение на тех аварийно-опасных участках светофорных объектов. Да, может быть, создаются какие-то задержки в движении, но самое главное – это безопасность, сохранение жизни и здоровья. Антон Афанасьевич, программа подходит к концу. Ваши летние, скажем так, советы жителям региона? Первый совет – это беречь своих детей, заботиться о их жизни и здоровье, не допускать нарушения правил дорожного движения, не садиться самим за руль в состоянии опьянения и не превышать скоростной режим. Спасибо огромное. Напомню, что сегодня в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в гостях у нас был Антон Афанасьевич Егорьев, начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Уважаемые радиослушатели, прислушайтесь, пожалуйста, к советам специалиста и будьте здоровы и живы. До свидания. Продолжение следует...